Привет! Продолжаем прохождение Jagged Alliance Vietnam Sock 69, замечательный мод. И в прошлой серии мы закончили зачистку левой стороны железного треугольника. Мы дошли до самого конца и спустились в подземный тоннель, где и нашли медипак. Это лекарство для мэра города Тайнин, который их и искал. Призрак юморит по-черному, он псих и неудивительно, что мы слышим от него такие шуточки. Это уже не впервой. В этом секторе довольно много всяких интересных вещей мы нашли. В частности, во-первых, нашли ремонтные наборы, которые у нас постепенно кончаются. Я ремонтирую Руисом практически после каждого боя. Расход, ну не сказать, что большой, но постепенно тратится. И плюс к этому мы нашли два ускорителя. Один из них я сейчас поставлю на... Good one! ...поставлю на тихую пушку Дэнни, которая замечательно стреляет. А теперь она будет стрелять еще быстрее. Кстати, отвлекусь, вы видели, как работает медаль? Медаль, оказывается, это как канистра с водой. Она применяется на игроке, поднимает ему мораль. Но сейчас на Руисе просто не было видно, у него и так максимальная. И просто выпивается. Постепенно она тратится. И когда допивается последняя часть, как канистра, она пропадает. Ну, учитывая, что, в общем-то, у меня ребята постоянно побеждают, снимают врагов, все участвуют в бою. Поэтому мораль у них всегда на высоте. И особо с этими медалями я париться не стал. Я постепенно их все выкинул. Так вот, возвращаясь к ускорителям. Я один сейчас поставлю на пушку Дэнни, потому что пушка замечательная. Но, к сожалению, не успевает он сделать два прицельных выстрела за охот. Теперь будет успевать. А второй ускоритель я припасу для той крутой пушки, которую нам дал сержант в обмен на зажигалку. Я ее недооценил. Но как только мы набьем ее по полной программе и поставим на нее ускоритель. Я, собственно, ускоритель это и ждал. Весь остальной обвес у меня уже есть. Вы сами увидите, что пушка просто восхитительная. Она может выступать и в качестве автомата. Готово! I was good before, but I am better. И в качестве снайперской винтовки, и в качестве пулемета с двумя полноценными очередями за ход и пятью патронами в очереди. В общем, еще немножко, и вы сами оцените ее преимущества. Тем временем я опять отремонтировался, подчинился у Руиса, кстати, уже 84 ловкость и 95 механика. А мы еще даже не дошли до середины игры. Смотрите, небывалое событие. Сектор, который я уже взял, был захвачен врагом. У нас есть работа! Как вы помните, в этом секторе я забросал всех гранатами. Враги стояли очень кучно. И я надеюсь, что сейчас это повторится. В прошлый раз это заняло совсем мало времени, поэтому я решил этот кусок не вырезать, а просто повторить предыдущий успех и также быстро вынести врагов, сев в том же месте, за камнями. В моде отсутствуют блуждающие враги, но сектор этот постоянно захватывается. Я уже не один раз его освобождал, и его все равно постоянно захватывают. Такое ощущение, что здесь работает какой-то скрипт от оригинального Unfinished Business, так же как из ПВО. И по этой причине сектор постоянно переходит врагу, но поскольку делать здесь нам больше нечего, я больше отбивать этот сектор не буду. Можем двигаться, но лучше держать ушки на макушке. Не стал я на этот раз форсировать, решил все-таки подождать и рассадить своих бойцов. Шоу начинается! У всех полным-полно очков действия. Начинаем. Я заметил улучшение. Глаз за глаз, зуб за зуб! 96 меткости. Угроза! Очень быстро растут стации. Ну и в частности у многих персонажей, которые начинали с самого начала расти, уже зверские характеристики, ну в том числе и меткость. Конкуренты! Да, я опять перепутал кнопку. Не хватает, конечно, некоторым моим бойцам оптики. Оптику я отдал тем, кому она нужна больше всего, но остальным буду раздавать по мере нахождения. Ускоритель стоит на пулемете, Руис теперь его вскинул и теперь будем пускать по две очереди за ход. Враги где-то очень кучно стояли и все сразу подбежали. Попробуем и Стефаном выстрелить из-за автомата, потому что дистанция небольшая, ну и плюс там есть подствольный гранатомет. Будем применять и то и другое. Он сильно промахнулся из-под ствольника, но при этом эффект был все равно просто потрясающий. Стефаном выстрелить из-за автомата. Ну все, добиваем оставшихся и ждем новых. Мишень ликвидирована. Слушаю. There's the man in the black pajamas. I'm here. There's the man in the black pajamas. На этот раз мы даже успеваем снимать всех подбегающих. Perfect. There's the man in the black pajamas. I'm here. There's the man in the black pajamas. Мы либо патроны не помешали. Точно. There's the man in the black pajamas. Слушаю. Они, конечно, там все присели, их целых трое, но я-то запомнил, куда они сели. Сейчас мы им дадим небольшой гостиниц. Смотрите, кто пришел. Сначала снимем набегающих. Нужен патрон. Нужен патрон. Аннигилирован! Дьявол! There's the man in the black pajamas. А вот перезарядиться Дэнни я и забыл. Девушки отдыхают. Клоаааа. Ах, geez. Good one. Ready to go. There's the man in the black pajamas. Perfect. I'm here. There's the man in the black pajamas. I'm here. О, уже 96, смотрите, у многих уже перевалило за 95. Дэнни и Руиз догоняют, а у них тоже скоро будет за 90 у всех. Минус один. Я. Я знаю, что эти темы еще на месте ждут, но мы нахажем. Я просто хочу, чтобы Дэнни его добил. Всё, остались какие-то щитные единицы Наверное, больше к нам уже никто не придёт Ага, смотрите, кого к нам принесло А нет, смотрите, ещё попадаются Минус один Я? Кое-кто успел сбежать На всякий случай, будьте готовы ко второй атаке Игра начинается Вот, у Дэнни уже 76, меткость растёт просто как грибы после дождя Ну вот, наконец-то произошло то, чего я так долго ждал Призрак, наконец, получил восьмой уровень И догнал моего чара Сейчас это два самых крутых персонажа И зачистку, скажем так, кемперов я буду производить именно ими Практически стопроцентный результат Шоу начинается! Заинтераптить их не может практически никто А, прошу прощения, я забыл Моего чара уже девятый уровень Но всё равно не важно В любом случае, призрак скоро получит тоже девятый И два перса девятого уровня, ну, практически, скажем так, не берущиеся То есть, ими можно вдвоём интераптить кого угодно Шоу начинается! А не Делирова! Ну всё, их больше не осталось Вот и всё Достаточно быстро мы разобрались на этом уровне Даже не пришлось применять много гранат Видно, что очень удачное было местоположение у наших бойцов И плюс враги стояли очень неудачно и скопом И довольно легко было их всех ликвидировать Поднимаем наш же заряд для РПГ, который здесь остался Из врагов, кстати, заметьте Не выпало вообще ничего Всё, что здесь лежит, это выпало из предыдущих Из тех, которых мы брали при первом штурме этого сектора Ну и теперь, поскольку каждый слот в рюкзаке ценен Не будем тратить их попросту Там есть медипак Достаточно тяжёлая, кстати, штука И я решил выполнить квест И отдать мэру Тайнини этот пакет с медикаментами И освободить один слот И немножко облегчить Стефану жизнь Плюс, не знаю, что нам даст Может быть, будет какая-то крутая пушка Давайте посмотрим Я решил двигать весь отряд Особой нужды держать всех в одном месте Или контролировать какие-то сектора у меня нет Ну и пусть они по свежему воздуху прогуляются Заработают немножко опыта, здоровья или силы Ребята мои, кстати, устали Я решил дать им возможность выспаться Перед тем, как выполнять этот квест Тут Макдональдса не найдёшь Да, классно Они тут юморят по поводу того, в какую дыру мы попали И не то, что Макдональдса Тут вообще ничего не найдёшь Моя город очень... Опять, видите, он говорит, как будто видит нас в первый раз Ну и что же он нам дал? Отдал он нам какую-то бумагу Пакет с информацией Нам сообщают пароль Келлер для доступа к досье по андлоку И многие, кстати, на форумах задавались вопросом А куда девать этот пароль? Этот пароль не подходит для зазипованных секторов Которые нам предстоит открыть для доступа к следующим областям А пароль этот подходит к файлику, который был в описании мода на FTP автора этого мода Там была информация по описанию разных областей Плюс вводные, плюс рассказывается про сюжет и так далее Но один файл был зазипован Это файл под названием Досье 1 И как раз к нему подошёл пароль Келлер И давайте же посмотрим, а что же было написано в этом файле Инфа, конечно, на английском Но я решил для вас всё это дело перевести Надеюсь, не накосячил Если что, правьте меня в комментах А сообщают нам несколько очень-очень важных моментов Во-первых, нам сообщают, что город Анлок находится в руках вьетконговцев и северо-вьетнамской армии Больше того, город заминирован и при штурме его попытаются взорвать Так что действовать, видимо, придётся по-тихому То есть не зря я с собой захватил тихие пушки, пистолеты с глушаками Во-вторых, нам сообщают, что движется танковый полк И это значит, что на области Анлок мы найдём наверняка большое количество танков Возможно, несколько секторов с танками Кроме того, на юго-востоке Анлока находится какая-то база вьетконга Которая находится прямо в джунглях И, возможно, там будет что-нибудь интересное Помимо этого, северо-вьетнамская армия нас ждёт Она определила место нашего возможного десантирования И, скорее всего, мы попадём в какую-нибудь засаду Отдельно сообщает про сектор D14 В котором неудачная попытка создать базу Видимо, базу уничтожили Мы на неё посмотрим Ну, а на самую главную базу Анлок Самую главную базу этого региона Постоянно совершается нападение Так что есть вариант, что так же, как и с Джорджией Нам придётся её отбивать И там будут работать скрипты Ну, а нам пора двигаться дальше Я решил пойти на восток и отбивать сектора на востоке Намажемся немного камуфляжем Это работает очень-очень хорошо А кроме того самого камуфляжа Тут просто море Я применяю камуфляж всё время, постоянно Но, несмотря на это, из трофеев Всегда достаточно камуфляжа, чтобы восполнять мои потери Как мы видим по картинке Это продолжение сектора с кучей воронок Сектора операции Арклайт Нас ждёт 19 врагов Это не так много И благо, в этом секторе есть лесная растительность Сверху и снизу Так что мне не придётся высаживаться на голом поле Сейчас рассадим своих бойцов И пошумим Шоу начинается! Немного я не успел, конечно Но постараемся сейчас подготовиться Надо оставить немножко ходов на то, чтобы отойти Спрятаться, может быть, за камень Бессмысленно, но пошумели Да, не зря я, конечно, отошёл за камень Очень удачно И по нам теперь попасть не могут Сейчас попробуем быстренько рассадить своих бойцов 100% сейчас 19 врагов это много Сейчас 100% будут на нас набегать Враги И надо их как-то интераптить А для того, чтобы грамотно заинтераптить Надо как следует хорошо сидеть, чтобы нас не было видно Ну и плюс К этому не забываем, что я намазался камуфляжем Так что имею некоторое преимущество Враги также выбегают и из нижней области, кстати, довольно странно с их стороны Потому что выбегать они будут на поле То есть совершенно безо всякой защиты И я легко смогу их снимать своими снайперами Ну а тех, кто будет выбегать справа Будем просто-напросто закидывать гранатами Мы хорошо укрылись Скорее всего нас не очень хорошо видно И надеюсь, враги будут подходить очень-очень близко Нет ничего лучше, чем побывать на волосок от смерти, а? Смотрите, кто пришел Все-таки видно меня Особенно моего чара с призраком Может быть мне отойти? Дьявол! Или может быть не отойти, но лечь вот за те камни большие Чтобы меня точно не было видно Так, у Стефана есть подствольничек Не знаю, стоит стрелять сейчас или нет Они вроде разрознены Слушаю Ну давайте попробуем снять их просто снайперами Практически все их видят Ну а если не получится, тогда Стефан запыльнет из подствольника Я просто не хочу их тратить По-моему, последняя граната у меня осталась для подствольника у Стефана Как хорошо укрылись, а? Комб знает, где встать Так, но, к сожалению, вторая очередь что-то не получается Видимо, надо было скинуть пушку Пулемет я взял тот с ускорителями Но теперь в следующий раз я смогу выпустить точно две очереди И, кстати, я не уверен, а стоит ли стрелять очередями Патронов-то нет У Руиса осталось в пулемете 29 патронов И запасной ленты нет Надо, чтобы наши ослы ее притащили Меня достали Высокая меткость у Стефана позволяет стрелять ему сразу в башку Угроза Так, ну нижних будем без проблем отстреливать А вот верхних можно закидывать гранатами Они уже, в принципе, достаточно плотно сидят рядом друг с другом И есть возможность нанести уже большой урон Я только вот не могу найти область, куда кидать Рядом нет возможности, а иначе далеко очень получается Ну уже хорошо, сразу минус 2 К сожалению, больше для подствольника гранат у меня нет Надеюсь, что при случае я их найду на каком-нибудь складе Или на какой-нибудь вьетконговской базе Ну зато, опять-таки, у меня есть куча мини-гранат Они замечательно, оказывается, работают Я бы что-то сразу на них не обратил внимания А они оказались очень эффективны Они очень легкие и сильный боец с большой ловкостью Кидает их очень далеко и очень точно А, никого нет Вот как он его заинтераптил, если он его не видел Этот еще откуда-то подкрался Тоже по голому поле идет, а я его почему-то не заметил Может там, правда, один тайл травы или кустов каких-нибудь Ну, в любом случае, сейчас мы его ликвидируем А еще больше бум-бум для Чарли Дьявол! Но врагов такие, кто нужен ковер Я здесь Вот кто стрелял последний раз? Я даже понять не могу Меня кто-то видит, а я не вижу Причем это призрак, мастер скрытности Видел я, где был враг Хотел туда добросить гранату, но, к сожалению, препятствие помешало Гранат у меня еще много, я в следующий раз доброшу Дьявол! Надо уходить с этих позиций Меня уже прям видят и в наглую отстреливают Дьявол! Дистанция большая Возьмем, пожалуй, снайперку Эх 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 Правильно, поэкономней Ready to go Ах Гудван! Ну вот, всего понадобилось 4 патрона Все равно, очередью бы я его не скосил а так экономно получилось Дьявол! 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 Угроза! Угроза! Слушаю. Да, активных, крепких, здоровых и, самое главное, смелых ребят у врага ещё полным-полно. Они, видимо, просто были далеко и не успели сразу подбежать. Но, я так чувствую, набегать ещё будут по полной программе. Дьявол! Ага, а там ещё один вскрылся. Смотрите, как удачно я попал. Я сначала расстроился только минус 4 дамага, но хотя бы свалил врага. А там, оказывается, ещё один был. Клёво! И тем более он демаскирован теперь. Стрелять нечем! Интересно, трюк с призраком сработает. Для стрельбы вслепую. А, зря стрелял! Дьявол! Дьявол! Как интересно, они мечутся. Скрипт перебегает разные точки и пытается найти лучшее место с укрытием. Поэтому он может бегать туда-сюда обратно и, наконец, найти нужное место. Благо, должен сказать, что в данном моде скрипт работает просто офигенно. Интеллект у них нормальный. В плане того, что они грамотно выбирают именно точки для укрытий. Порой делаешь 5-10 выстрелов и почти все уходят точно в дерево. А иногда вражеского бойца вообще не видно. Ну, имеется в виду, что его видно, но курсор серый, он стрелять не может по нему. Да, без оптики, конечно, тяжело попадать с таких дистанций. Ну, хотя бы набегать уже перестали такими толпами. Уже хорошо. Глаз за глаз, зуб за зуб! Мы либо патронами помешали, точно! Дьявол! Дьявол! Я! А нет, я ошибся. Смотрите, есть еще там смельчаки, которые все пытаются там бегать, перебежать от одного укрытия к другому, и все-таки грамотно как-то нас обойти. Эх! Дьявол! Недану клип. Но море бум бум фор Чарли. Дьявол! Ах! Сума, ништяк! Эх! 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 Клево! Ничего, призрак пока потерпит. Я! Можем двигаться, но лучше держать ушки на макушке. Немножко перезарядимся, а то что-то как-то у всех почти пустые обоймы. Так, ну что, есть идея попробовать все-таки вылезти из своего укрытия и пойти на разведку? Сколько? О, еще восемь бойцов! Слушайте, ну это многовато, конечно. Засели, смотрите, никто больше к нам не идет. Ну что ж, тогда придется нам самим к ним пойти, правда, боюсь, сейчас нас будут интераптить. Взял я с собой Руиса в качестве пулеметчика и двух снайперов. Самых лучших, самых опытных. Шоу начинается! Ну вот как он меня заинтераптил, слушайте, не понимаю. Чар девятого уровня сидел за деревом, замаскированный. А его заинтераптил враг, который мало того, что стоит, так еще и без укрытия. О, смотрите, Дэнни тоже по наводке может стрелять. Угроза! Я? Что-то вижу! Сейчас, скорее всего, будут набегать. Надо немножко аккуратно рассадить бойцов. Я знаю, что эти парни все равно ждут. Мы будем осторожны. Это еще что? Шоу начинается! Да, слушайте, от Дэнни это становится крут. Ready to go! У него классная пушка и меткость растет. Аннигилирован! Угроза! Только мы того положили, прибежал новый. Я! Ум, зараза! Все, попался. Ну, вроде все сидят за деревьями. Надеюсь, сейчас нас не покоцают. А в следующий ход мы его точно добьем все вместе. А, он нас все-таки заметил и перебежал. Ready to go! Как интересно. Стоя я не мог в него попасть, курсор был серый. А как только он сел, сразу легко начал попадать. Офигенно! Good one! Вот оно, это волшебное слово. Детонация! Ready to go! Не держи гранату в кармане, друг. Опасно! Ready to go! А, слушайте, у меня уже была начатая бойма. Ну, ладно, сейчас все равно все в ход пойдет. Сейчас еще стрелять и стрелять. Держись, призрак, держись. Помощь уже в пути. Шоу начинается! Броня крепка! У рога, кстати, тоже. Смотрите, два выстрела и всего лишь по минус 12 дамага. О, этот еще более бронированный. Смотрите, вообще минус 3 дамага. Нет ничего лучше, чем побывать на волосок от смерти, а? Я? Ой, какой молодец, что встал. Теперь отдыхай. Вот подлец, а убежал, отвернулся и еще и попал. Вот гаденыш, просто кудесник какой-то, смотрите, стоя, на вскидку стреляет и все время попадает. Еще дамаг какой. Руиз должен рассчитаться с ним лично. Так, четверо, но двое из них ранены. Ну вот, все, он перешел, стоит, но попасть я по нему не могу вообще никак. Ну что ж, пересядем. Есть у меня подозрение, что все-таки Руиз один не справится. Да и тем более, тут очень много деревьев и укрытий. Я все-таки, наверное, Дэнни перекину со своим чаром. Одного чуть-чуть левее, пущу другого чуть правее, чтобы они с фланга немножко зашли. И враг не мог просто укрыться. Ну вот, они все его видят. Главное сейчас не нам пропускать. И тогда на следующий ход мы его гарантированно положим. У меня позиция для такого выстрела, ну, очень невыгодная. О, уже 78. Смотрите, уже несколько единиц за один бой. Класс. Ну, зараза, нужен патрон. Нашел время рации баловаться. Я. Но тебе, друг, это не поможет. Я. Лично рассчитался. Ready to go. Мы не закончили еще. Будь начеку. Так, ну Руис-то все-таки ранен довольно серьезно. Давайте его сейчас хотя бы перебинтуем. Пока у нас рилтайм. Я. Ой, бедняга, Руис, а, ну как ему достается. Пока ему бинтует левую руку, он стреляет с правой. Крут. Враги, как бы помогая нам, все время встают. Какие молодцы. А, Дэнни, походу, когда сидит, видит. Я. Все, он смылся. Ready to go. От греха подальше. Ум, зараза. Ну вот и все. Сейчас только аптечку выложу, и ему конец. Я. 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 Ага, смотрите, кого к нам принесло. Да, это вот тот покоцанный. Клёво. Я? Ага, я знаю, что эти ребята still around waiting. Мы будем осторожны. Ну, как я понимаю, остался всего один. Мы в рилтайме, нам теперь ничто не угрожает, и теперь спокойно можно подлечиться. Не будем лезть на рожон ранеными бойцами. Сейчас спокойненько я перевяжу себя, перевяжу призрака, перевяжу... А, Руис уже перевязан. После чего спокойно возьмём того же призрака, возьмём Дэнни, моего чара. Я думаю, что сейчас без проблем мы обнаружим последнего и выкурим его. Кстати, обратили внимание, как хорошо работает всё-таки вот этот бронежилет-флаг, тем более смазанный вот этой бякой? Просто офигенно, смотрите. Иногда я не получаю вообще никаких повреждений. Иногда совсем минимальные, и даже когда в упор в меня кто-то стреляет из такого среднего оружия, ну, получаю я там 10 на 15 дамага. Хорошо бы всем найти такой бронежилет. Да, и, кстати, этот бронежилет легче, чем обычная наша штатная броня. С учётом того, сколько я всё вытаскаю, это очень и очень ценное качество. Ага, смотрите, кого к нам принесло. Угроза! Ага, всё-таки их двое осталось. Клёво! Ну всё, этот уже точно не уйдёт. Наконец-то мы добили всех врагов. К сожалению, очень затяжной получился сектор из-за того, что очень много укрытий, тяжело было подойти. Очень медленно мы выковыривали каждого врага, по чуть-чуть. Ну и из трофеев, к сожалению, почти ничего нет. Всего лишь парочка потраченных гранат вакуумных. Фляги, которые мы не использовали, они нам не нужны. Собственно, фальшфеер, который мы тоже ни разу не использовали. И, в общем-то, всё. Далее я, как обычно, подлечился, отремонтировал всё изношенное и свежевзятое из трофеев оборудование. И обратите внимание на тот заскриптованный сектор внизу. Видите, его опять захватили. И так происходит постоянно. Нет смысла его отбивать, только если ради прокачки своих персонажей. Но постоянно шляться туда, к чёрту на куличики, совсем не хочется. И, как вы видите, второй вспомогательной группой осликов я начинаю перетаскивать всё, что я нашёл в этом секторе, на основную центральную базу Тайнинь. Сделаю! Ну, а эта серия подходит к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи в новом видео. Пока!